кончики волос вот эти после мытья наношу вот это средство корейское вот она идет очень хорошая мне очень она нравится вот ну и непосредственно вот сам вот этот вот шампунь и такой же вот бальзам для волос идет и кстати еще у меня есть это вот этот шампань но он очень такой скажу так не дешевый но очень тоже классный для ухода и волос в москве в питере можно легко купить в их салонах это те средства которые я пользуюсь ну и вот такая вот маска еще для волос вот это тоже но сейчас эту фирму уже невозможно купить если где-то на остатках и все и чем пользуюсь свои блондинистые волосы все ты уложишь мишку фальтфиники есть завтра мы работаем патч большое да не за что всегда готова поделиться хорошими средствами особенно когда это пинки прямо какой город поселок городского типа нижнегорск я там родилась родом просто уже достала строчить сообщение и видимо она нервничает да я смотрю вы знаете вот я уже неоднократно много раз писала в своем инстаграме психологами когда человек пишет о чем и кому-то а какие-то газ вы задумайтесь первую очередь вы говорите о своей проблеме поэтому лова лова это твоя в первую очередь проблема что ты видимо как бы то что ты пишешь вот тебе нужно пойти и лечить эту проблему а если люди там в неделю себе один-два раза позволяет это не говорит о том что они там какие-то алкашки это у каждого способ расслабления по-разному кто-то извините на голове стоит расслаблении кто-то выпивает бокал вина кто-то выпивает успокоительные таблетки это помогает каждый выбирает для себя свое да способ успокоения каждый выбирает сам то что ему подходит но при этом но оскорблять никого не нужно на себя посмотри лицо пропитана пропиток волосы грязные волос вышли в косметику боже ну ладно у нее жизнь неудачная видимо неуверенная в себе но это сто процентов вы правильно написали потому что когда люди пишут гадость о других людях это я тоже с вами ну давайте все вместе поднимем бокалы и надо быть на позитиве согласна да девочки внимание это зависть ну зависть да никто не отменял и это конечно самое честно ужасное чувство поэтому я всегда всем говорю о кузина борется с ним сама и бороться самому не каждый может сам пройти сам бороться с этим поэтому здесь нужно обязательно обращаться к специалистам как бы о такой проблеме а вот куда ты сашка у меня делась поэтому поэтому лучше идти вот ей справляться так оксана где работаешь сто лет тебя не видела работаю администратором блогером каким еще все пока на данный момент работала телеведущей у нас здесь в калининграде но ушла вот александра куда-то убежала у меня куда делась молодцы девчонки больше позитива дам пасим большой не знаю человека говорить хери оксан прекрасный человек это отлично спасибо большое моя дорогая да вот как бы люди здесь есть которые знают меня лично что-то выкинула да александру саш возвращайся пожалуйста дети у меня есть да есть у меня один ребенок поэтому у меня есть ребенок там оксана лепеш собиралась к тебе в гости приехать приезжала нет к сожалению лепешка мне не приезжала в гости хотя я всегда была рада видеть ее вот ну как-то так наши дороги разошлись и как бы я никогда не навязываю свою дружбу и свое общение вот поэтому каждый выбирает как сашка всегда говорит что и у дружбы есть срок годности даже как и в отношениях в жизни да каждый человек он приходит в наше часть а потом как бы уходит и это нормально блин саш а зайди пожалуйста еще раз кинь заявку почему не это сейчас я тебе попробую это пригласить где-то у меня саша я кинула тебе приглашение попробуй принять я тебе кинула что-то выкидывает сашку из этого вы одна с ребенком да одна с ребенком а что еще кто-то должен быть конечно одна так как вам калининград отличный город хороший но могу так сказать медицина конечно низком уровне и зарплата здесь маленькие саш в какой ты банк попала ничего не поняла я тебе заявку кинула прими ее попробуем приглашение вообще не слышишь полностью согласна с вами зарплата в кионе жесть конечно да здесь очень низкая зарплата так оксана почему живете не в москве ну так получилось что бы переехала сюда поэтому здесь наверное вот это лова лова может кинула жалобуа детка что-то ты прям какая-то вся нервная блин жалко что нету сашки не могу принять запрос она даже видите не может принять запрос я ей тут пишу так а пусть саша выйдет в прямой эфир и вы подсоединитесь саня попробуй ты выйти не может присоединиться блин почему саня давай ты выйдешь в прямой эфир а я к тебе подключусь я тебе опять запрос кинула да у меня родители сюда в свое время переехали из москвы и поэтому когда я разошлась с супругом соответственно я переехала сюда к родителям вот так вот и произошел мой переезд вообще не планировала сюда никогда переезжать даже не знала существования пока мои родители сюда не переехали так что так вообще так я вернулась вот сколько смотрю твои эфиры никогда не видела таких гадостей в твой адрес от подписчиков как пишет александре а какой александре мои гозиас вы имеете ввиду ну я вообще стараюсь не реагировать на вот эту гадость и соответственно завистников очень много ну и я еще раз повторюсь если вы только подключили что когда люди говорят о какой-то проблеме и начинают оскорблять кого-то они говорят в первую очередь о своей проблеме они уже начинают кричать когда об этом пишут значит их что-то в себе беспокоит и когда вы пишете какому-то человеку ту причину значит вы в этом человеке видите именно свою причину свой недостаток понимаете который вас раздражает я вас видела десять лет назад ого как долго так живем в одном городе не видела вас вживую если увижу подойдут для селфи обязательно подходите если не против нет я никогда не против когда ко мне подходите поэтому нет подходите всегда сфотографируюсь да гози с александром так а что сделала сделала то гози что так ее не любят ну я откуда знаю она вообще очень классный замечательный позитивный человек и есть аудитория которая меня не любит поверьте и много в окружении когда я слышу когда про меня не лезь называться но когда лично со мной уже знакомится у них мнение меняется вот на экране мы одни как бы в жизни мы другие люди это всегда на работе мы третьи люди как бы с близкими людьми мы вообще там четвертые как бы в зависимости в какой мы среде и с кем мы общаемся ту маску мы достаем понимаете и общаемся это было и есть и каждый человек и у каждого человека есть свои маски которые он одевать в тот или иной период и момент общения поверьте ты очень похорошила такая красотка спасибо большое вы сказали завистника очень много да завистников очень много видимо у Александры так оксана вы в зеленоградске живете да я живу в зеленоградске привет из Сочи привет грудь обвисла это с рождением тра-та-та почему она обвисла просто когда я наклоняюсь и без лифчика она вот так вот ну когда я стою она у меня нормальная абсолютно вот так что не переживайте следите за своей грудью я смотрю моя грудь просто покоя никому не дает поэтому хирурги блин welcome ко мне как бы я буду выбирать кому идти делать грудь все будут обсуждать даже когда я сделаю грудь будут обсуждать какая у меня грудь да с мастеркома общаемся почему завидуют вашей красоте я не знаю кто чему и как завидуют понимаете зависти разные бывают но как бы откуда я знаю я просто вижу по комментариям ты молодец спасибо большое привет из самары привет привет так окси ты видишь мои смс да я вижу твои смс сейчас подожди сори приходится это саша вижу написала тебе в вайбере ой в ватсапе возьми перезагрузить телефон и заново войди я тебя жду выкидывает и все перезагрузи опять себя телефон полностью бывший муж никогда не просил воссоединения снова как мёд как муж наверное и жена что вы имеете ввиду мы живем каждый живет своей жизнью вот и мне такое ощущение что про моего бывшего мужа будут спрашивать даже когда у меня нынешний появится вот серьезно о каком может быть речь воссоединение когда уже пошел шестой год когда мы не вместе с человеком живем абсолютно он встречается там с другими девушками как бы я живу здесь своей жизнью и о чем может быть как а какой может быть речь воссоединение о чем вообще у вас хорошая грудь очень красивая и простая это самое главное спасибо большое спасибо 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 большое очень приятно так снимаю мне помогает мне помогает больше супруга снимать так почему развелись с мужем ну так бывает вот самые актуальные вопросы которые всегда мне задают оба воссоединения почему разошлись здесь вы знаете вот люди бывают живут живут да и потом какой-то в один прекрасный момент они начинают понимать о том что у них на жизни взгляды разные да они начинают друг друга не слышать и я никогда не понимала те семьи которые ходят мужики изменяют своим женам жена об этом знает но она молчит но она жизнь ну зато у меня муж есть знаете как есть такие вот большую степень либо когда вы просто друг друга перестаете слышать и вы не идете вместе по жизни а начинаете по разному как бы да во всем то тоже не вижу смысла жить и да лучше отпустить друг друга и быть счастливым и одной и одному бывает даже замечательно и хорошо иногда это нужно и нужно это уметь принимать вот и себя в обиду не давать понимаете поэтому бывает такое в жизни когда люди берут и расходятся по какой-то причине вот мы просто вот стали по разному смотреть на жизнь я стала вот влево там а он там вправо например да там посмотреть и у нас разные как бы понятия или еще чего-то поэтому как бы принято было решение о том что лучше разойтись как бы мы на хорошей ноте разошлись мы общаемся у нас сын у меня сын у него находится я считаю это нормально абсолютно и как бы пусть это так будет понимаете чем друг другом матами будем обкладывать и терпеть друг друга так ну чё там александра не подключается ко мне да саша мы познакомились когда я была замужем я рассказывала уже когда приходила на дом 2 так ну что то александра не выходит девчонки ладно я пошла к ней в этот в личку с ней в личке пообщаемся вам большое спасибо что все подключились хорошая классная пятница вот если у кого-то есть возможность сидите тусить и отдыхайте вот а мы с ней тет-а-тет поболтаем вот плохо что конечно сегодня инстаграм выбивает и никак невозможно быть вместе и совместно сделать эфир все вам классно хорошей пятницы всем пока пока